Касым Жумар Тукаев провел оперативное совещание Совбеза, где дал поручение усилить меры по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами с целью противодействия терроризму. Нинара Жанбатырова с подробностями. Оперативное совещание Совета Безопасности – реакция на трагедию в России. Такой агрессии нет оправдания. Жестокий акт насилия осуждают миллионы людей по всему миру. Они несут цветы к посольству и пишут теплые слова поддержки в социальных сетях. Одними из первых высказали соболезнования соседнему народу казахстанцы. Подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма и Касым Жумар Тукаев. Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. Терроризму не может быть никакого оправдания. Призываю государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. На оперативном совещании Совета безопасности президент еще раз заявил, Казахстан готов помочь. При необходимости правоохранительные органы окажут помощь российским силовикам. Усилят меры безопасности и в нашей стране. На совещании правоохранители Акиматы еще раз обсудили, как оперативно и без потерь действовать в подобных экстренных случаях. В связи с этими событиями, конечно, обназначено напрашивается вывод о том, что вообще необходимо усилить. Вообще стратегические объекты не всегда были. Но и кроме того, объекты, где массово посещаются людьми, вот эти вопросы безопасности, они сейчас актуально всплывают, и этому необходимо уделить очень важное внимание. Казахстан, как и любая нормальная страна, осуждает терроризм в любом ее виде. И в любой стране, где бы это ни происходило, всегда выступает за мирное урегулирование ситуации. И в то же время нужно учиться на чужих ошибках, поэтому вполне закономерно, что у нас прошел Совет безопасности, где были даны четкие поручения по обеспечению безопасности граждан, по противодействию разного рода экстремизму, терроризму. Нет оправдания. Любые антизаконные и деструктивные действия, в том числе и намеренные провокации, будут жестко пресекаться. Об этом президент говорит практически в каждом своем обращении к народу. Государство не допустит вседозвольности и хаоса. Фраза прозвучала и на третьем заседании национального Курултая. Здесь можно вспомнить и поручение главы государственного Курултая, где он говорил о недопустимости распространения радикальных религиозных течений и от необходимости придерживаться казахстанской собственной модели степного ислама, которая давным-давно у нас практикуется, с 12 века. И я думаю, что мы должны сделать свои выводы, общество должно сделать свои выводы вокруг этого. И быть достаточно бдительными, быть осторожными – это нормальное требование сегодняшнего мира. Политическая позиция Казахстана понятна. Страна поможет стратегическому партнеру и соседу с самой протяженной общей границей. И это не только потому, что у стран обширный пакет совместно подписанных документов. От экономики до военного сотрудничества Казахстан всегда на стороне закона и порядка. Динар Жамбатыр, Ивануар Абдрахманов, Арман Акшабаев, 24КЗ.